Уважаемые коллеги, доброе утро! Рада приветствовать всех с сегодняшним субботним утром на нашей конференции. И хотелось бы обсудить с вами достаточно важную актуальную проблему в современном мире – это лечение герминогенных опухолей. Герминогенные опухоли – это злокачественные образования, которые произошли из примордиальных половых клеток. Основное расположение этих опухолей – это яички, яичники, но бывает и вне ганадное расположение, такие как забрюшинная область, средостение и в редких случаях даже центральная нервная система. Как вы думаете, какова пятилетняя общая выживаемость больных герминогенными опухолями в Российской Федерации? 96%, 10%, 65% и 25%. Каково ваше мнение? Как это ни удивительно, большинство в зале знает заболеваемость герминогенными опухолями в Российской Федерации. Это 65%. Это неутешительная цифра, так как в странах Америки и Западной Европы данная пятилетняя выживаемость достигает 96%. Повсеместно заболеваемость герминогенными опухолями растет, ежегодно растет. И на примере Российской Федерации мы видим, что за пятилетний период прирост заболеваемости составил 17%. То есть почти два человека на 100 тысяч мужского населения могут заболеть этим заболеванием. И заболеваемость герминогенными опухолями зависит от этнического происхождения. Большей частью поражаются мужчины белой расы 25-35 лет. В среднем поражаются латиноамериканцы. И наименее всего заболевают африканцы и азиаты. Герминогенные опухоли различаются достаточно разнообразной морфологической характеристикой. И составляют такие три большие группы, как неинвазивная герминогенная опухоль, герминогенные опухоли, произошедшие внутри протоковой герминогенной неоплазии, и герминогенные опухоли, не имеющие отношения к внутри протоковой герминогенной неоплазии. Герминогенные опухоли отличаются очень высокой чувствительностью к химиотерапии. Это обусловлено двумя моментами – нарушение репарации ДНК и активации апоптоза пораженных клеток. В связи с этим появляется потенциальная возможность излечить почти 100% пациентов при ранних стадиях заболевания и 80% при метастатических. Однако, это не совсем удается достичь. Как мы видим, по данным Международного отдела изучения рака в России на 2012 год, умерло 400 пациентов. Это 30% смертности. Когда в то же время в странах Западной Европы от этого заболевания умерло всего 4% заболевших. От чего это зависит? К сожалению, от неправильных подходов и от неправильного лечения. Особой важной значимостью при этих заболеваниях имеет разделение на две большие группы – на семеномы и несеменомы. От этого зависит и прогноз заболевания, и особенность подхода к лечению. Семеномы характеризуются индолентным течением, чувствительностью к химиотерапии. И большинство пациентов на момент диагностики не имеют отдаленных метастазов, когда как несеменома отличается более агрессивным, быстрым ростом, нечувствительностью к лучевой терапии. И на момент диагностики у большинства пациентов имеются отдаленные метастазы. Особую важную роль именно при этой локализации и при этом заболевании имеют опухолевые маркеры, такие как альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ и лактат-дегидрогеназа. В чем их особенность? В том, что у пациентов при наличии типичной клинической картины и значимо повышенных опухолевых маркеров необходимо немедленное начало химиотерапии и, возможно, немедленное начало химиотерапии по жизненным показаниям, даже без выполнения биопсии и верификации процесса. И пациент с семеномой второй-третьей стадии с высоким уровнем бета-ХГЧ имеет более неблагоприятный прогноз и на основании чего рекомендуется лечить этих пациентов как по протоколам несеменомных опухолей. Здесь вот пример пациента 29 лет с герминогенами семеном на опухоли яичка, с метастазами в легкие средостенные надключичные лимфоузлы. Он прибыл к нам в тяжелом состоянии с повышенными опухолевыми маркерами и по жизненным показаниям была начата химиотерапия. Мы видим эффект после первого цикла химиотерапии, выраженный эффект, с регрессом большинства метастатических узлов легких. Международная объединенная группа по герминогенным опухолям разделила все герминогенные опухоли по прогнозам. Для чего это было необходимо? Это связано с тем, что по многочисленным исследованиям выживаемость пациентов, учитывая прогноз заболевания, очень сильно отличается. Например, общая выживаемость и время без прогрессирования при благоприятном прогнозе составляет 90%, при промежуточном прогнозе 80% и при неблагоприятном прогнозе 40%. Какие основные принципы успеха химиотерапии герминогенных опухолей? Конечно, этими пациентами должны заниматься в специализированных центрах врачи, которые имели опыт и имеют опыт ведения данных пациентов. Конечно же, важную роль играет интенсивность терапии. Здесь недопустима замена препаратов. Очень важное начало химиотерапии именно на 22-й день, несмотря на пониженные показатели крови. И также, возможно, для своевременного начала химиотерапии даже возможно назначение колонии стимулирующих факторов. И, конечно, основные моменты – это то, что каждый мужчина, молодой человек должен быть предупрежден. И было необходимо проведение беседы по поводу криоконсервации спермы, потому что в дальнейшем химиотерапия может негативно влиять на половые клетки. Стандарты лечения герминогенных опухолей описаны как в зарубежных рекомендациях, так и в российских рекомендациях. Группа благоприятного прогноза стандартным лечением является 3 цикла трехкомпонентной схемы химиотерапии, блеомицин, это позиция сплатин, или 4 цикла двухкомпонентной схемы химиотерапии. Их эффективность сопоставима, и поэтому возможно применение то ли иной схемы в зависимости от показателей анализов пациента и общего состояния. Промежуточный прогноз, пациенты с промежуточным прогнозом проводятся 4 цикла химиотерапии. Были попытки проведения интенсификации химиотерапии, добавления таксолок стандартной химиотерапии БЭП. Однако это привело к увеличению времени без прогрессирования, но не привело к удлинению общей выживаемости, в связи с чем использование этой схемы у интенсификации не используется в рутинной практике. Наоборот, идет тенденция к минимизации химиотерапии, то есть назначения не 4 циклов, а 3 циклов БЭП у пациентов с пониженным уровнем ЛДГ ниже двух границ нормы и удовлетворительной скоростью снижения маркеров. Но это должно быть более подробно исследовано в проспективных исследованиях. И более такой подход, конечно, тщательный подход, конечно, должен быть осуществлен отношение неблагоприятного прогноза. Там проводятся 4 цикла химиотерапии по схеме БЭП. Даже были попытки проведения высокодозной химиотерапии, интенсификации. Но эти попытки не доказали определенного преимущества. И поэтому в настоящее время основной тактикой лечения остается химиотерапия по схеме 4 цикла БЭП. Основные режимы химиотерапии указаны на этих слайдах. Вы все хорошо знаете. При первой линии используется схимиотерапия БЭП, ЕП. Во второй линии химиотерапии более чаще мы используем схимиотерапию с токсанами. И при третьей линии химиотерапии используются совершенно другие препараты, такие как гемицитабин, топозит, окселеплатин. Как же вести пациентов первичных с герминогенными опухолями? Конечно, проводится хирургическое лечение орхофониколоктомии, определяется прогноз заболевания. Еще раз остановлюсь, что при тяжелом состоянии и высоком уровне маркеров начинается химиотерапия без ожидания морфологической верификации. Проводится стандартный режим химиотерапии по схеме БЭП, соблюдается высокая дозовая интенсивность лечения. Далее проводится контрольное обследование каждые два цикла и после окончания химиотерапии. Перед каждым циклом определяется уровень маркеров. При росте маркеров, это говорит об активности опухолевого процесса, назначается вторая линия химиотерапии с использованием токсанов и фосфамидов. И при полном регрессе назначается наблюдение. Хирургическое лечение подключается при несеменоме, при резидуальной опухоли, несеменомных опухолях более 1 см, семеномных более 3 см. И послеоперационная тактика, конечно, зависит от гистологического заключения. Здесь более подробный алгоритм ведения пациентов. Единственное, хочется остановить, что после хирургического лечения в 40% гистологическом исследовании обнаруживается полный некроз, в 45% тератома и 15% злокачественная жизнеспособная опухоль. Более неблагоприятной группе также относятся пациенты с метастазами в головной мозг. Ну и у таких пациентов тоже можно добиться определенных эффектов. Химиотерапия здесь показана всем пациентам. При возможности можно добавлять хирургическое лечение, облучение головного мозга. Если поражение головного мозга было выявлено и пролечено в первичном обращении, эффективность, конечно, общевыживаемость достигает 40%. Но если при рецидивах, здесь, конечно, совсем прогноз неблагоприятный. И при обширном поражении легких и наличии других висцеральных метастазов обязательно необходимо проводить МРТ головного мозга. Какие ошибки могут быть при оценке маркеров? Это связано с тем, что альфа-фитопротеин может повышаться при различных других заболеваниях, таких как гепатит, рак печени. Гонантропин человека может повышаться при раке желудка, употреблении марихуаны и повышении ЛДГ при лимфоме, саркомах, хьюинга. Здесь, конечно же, и пригодится опыт врача, который должен ориентироваться на пациента, на клиническую картину, на течение заболевания. И, конечно, как факторы прогноза, здесь маркеры должны опускаться после хирургического лечения. Период полураспада альфа-фитопротеина равняется 7 дням, а ХГЧ – 2 дня. Какие могут быть проблемы при морфологической характеристике опухоли? Ошибочные заключения могут быть до 30%. Необходимость достаточного объема опухоли. Иногда сложно предоставить достаточный объем. Опухоли могут классифицироваться как опухоли неизвестной первичной локализации. Также могут встречаться редкие опухоли. Будут описаны как опухоли полового тяжа, генандробластомы. Наличие сосудистой инвазии говорит о плохом прогнозе, увеличивая риск развития рецидива на 50%. Основная ошибка патоморфологическая, но это даже не ошибка. Патоморфологи могут дать нам чистую семеному гистологически. Однако повышенный уровень альфа-фитопротеина и ХГЧ заставляет нас классифицировать этого пациента как несеменому и лечить как несеменомные герминогены опухоли. Потому что при семеноме альфа-фитопротеин никогда не повышен, ХГЧ никогда не повышен больше 200 мегаединиц на литр. И здесь, конечно, если отмечается такое повышение, лечим как несеменому. Ну и в настоящее время у нас актуальные вопросы, как ранний переход на интенсивную терапию у пациента с неблагоприятным прогнозом. Планируемые исследования по АКИ, интенсификация режимов у таких пациентов. Проводились попытки высокодозной химиотерапии. При рецидивах метастатических герминогенах опухолей достигнуты положительные эффекты, но это требует дальнейшей разработки. Проводилась интенсификация лечения в исследовании ГИТУК-13. Также видим увеличение времени без прогрессирования общей выживаемости, но это также требует дальнейшего изучения. И основным моментом, конечно, который поднимается в последнее время, это отдаленное осложнение после химиотерапии у потенциально излечиваемых пациентов. Проведение химии лучевой терапии у таких пациентов может привести к возникновению вторых опухолей, особенно если пациент подвергался лучевой терапии, риск развития второй опухоли в два раза. Если пациент получал этапозит более 2000 мг на метр квадратный, у него повышен риск возникновения мелобластного лейкоза. В связи с этим нельзя проводить химиотерапию Б больше четырех циклов. Также проведение химиотерапии лучевой терапии приводит к метаболическим расстройствам, это проявляется к нарушению к толерантности глюкозы, гиполибидемия, возникает ожирение, гипомагниемия, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также основным осложнением может возникать пульмональное осложнение, как блеомициновый пульмонит, мы все это прекрасно знаем. Также приводит к вертильности гипоконотизму, в связи с чем и проводится кревоконсервация спермы до начала лечения. Здесь видим пациент 43 лет, у которого сразу после завершения химиотерапии выявлен блеомициновый пульмонит, который регрессировал после специфической терапии. Даже существует меморандум по лечению онкологических заболеваний и сердечно-сосудистой токсичности, в котором указано, что пациент после лечения рака яичков отмечается двукратный увеличенный риск развития ИБС примерно через 10 лет, достигает 8% в течение 20 лет. Это сейчас ставится во главу всех обсуждений, потому что это молодые люди, мужчины, которые излечиваются и должны дальше наблюдаться многими медицинскими специалистами разных направлений. Здесь клинические примеры лечения герминогенных опухолей, мы видим выраженный эффект химиотерапии после 4-х циклов Б, регресс очагов лимфоузлов, здесь видим эффективность второй линии химиотерапии и состояние после хирургического удаления опухоли. Здесь также видим эффект регресса множества метастатических лимфоузлов. И, конечно, все это должно завершаться тем, что эти пациенты должны наблюдаться длительно, в течение 5-10 лет. Но, к тому же, мы не должны необоснованно назначать излишнее радиационное облучение, такие как КТ, МРТ. Все эти режимы наблюдения за пациентами расписаны четко в рекомендациях. И, конечно, здесь еще нюанс ПТКТ – не используется как рутинный метод. Высокая степень пациентальной излечимости выводит герминогенные опухоли из общего ряда злокачественных новообразований. Выполнение международных рекомендаций создания специализированных центров должно способствовать улучшению результатов лечения, и болезнь не может приспосабливаться к знаниям врача. Это как заключение моего доклада. И в заключении вопрос. Основные условия повышения эффективности химиотерапии герминогенных опухолей – это лечение в специализированных центрах, интенсивность терапии, своевременный мониторинг и анализ эффективности или все перечисленное. Как вы думаете? Голосование. Точно? Ну, я хорошо, что все понятно объяснила, и достаточно хороший ответ. И хотелось бы завершить слайдом, завершающим слайдом, то, что наше отделение занимается очень долго уже этой проблемой, и мы имеем опыт и отслеживаем жизнь наших пациентов, и мы видим, что наши пациенты после качественного, правильной терапии живут нормальной жизнью, создают семьи, и у них рождаются прекрасные дети и даже близнецы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Деларом Хамидовна. Будут вопросы? Я хотела тоже еще присоединиться к словам Деларом Хамидовны и отметить, что в нашем теперь уже национальном медицинском исследовательском центре работает мультидисциплинарный центр по лечению герминогенных опухолей, и с учетом всего вышлоизложенного и достаточно длительного наблюдения таких пациентов, то мы готовы и рады в кратчайшие сроки таким пациентам предоставлять своевременное и быстрое лечение. Просим присылать к нам всех пациентов с герминогенами опухолей. Будут вопросы еще к Деларом Хамидовне? Если вопросов нет, то спасибо большое, Деларом Хамидовна. Спасибо.